У природы нет плохой погоды. Для ребят из детского сада номер 106 солнце, ветер и дождь – теперь не только природные явления, но и объекты для исследований. Для этого в садике появилась специальная метеоплощадка. Будут наблюдения постоянные, это будут вестись в дневники наблюдений, потом будет с детьми конкурс вот этих дневников наблюдений. Мы будем учиться, возможно, прогнозировать даже погоду. Детский сад с 1998 года занимается проблемой экологического воспитания детей, и это, конечно, для нас давняя традиция, поэтому наработок у нас очень много. Осталось только их уже применить к данной метеостанции. Весной 2017 года в детском саду разработали проект «Экоуникум» в рамках года экологии, чтобы развить у ребят любознательность и расширить кругозор. Проект выиграл грант одной из крупных российских компаний. Какой должна быть детская метеоплощадка, придумали в Тюмени. Оттуда опыт распространился на всю страну. В Череповце такая станция появилась впервые. Самое важное то, что ребенку гораздо легче изучить науку, проводя исследования, ставя эксперименты, чем получать готовые знания. И в этом как раз помогает метеоплощадка, которая была установлена на средства гранта, выигранные в конкурсе. Если к термометру ребята уже привыкли и знают, как определить холодно на улице или тепло, то с барометром в метеобудке познакомились впервые. Тарелка, по которой движется стрелка и показывает давление, ребят очень заинтересовала. А еще на площадке есть солнечные часы, чаша для сбора осадков и рукав для определения направления ветра. Он у нас показывает силу ветра, силу ветра. Как сильно дует ветер. Вот сейчас ветер слабый и рукав у нас не шевелится. На станции планируется проводить цикл занятий по изучению природы, взаимосвязи растительного и животного миров. С определением погоды юным исследователям будут помогать и профессионалы. Нашей станции в следующем году будет уже 125 лет наблюдений в Череповце. Сейчас мы теплощадку поставили, мы, я думаю, будем встречаться и помогать им проводить такие наблюдения, объяснять, что, зачем, для чего, почему так, почему погода меняется. И уже на начальном этапе дети будут понимать развитие погоды и как оно влияет на нашу жизнь. Приборы по сравнению со взрослыми абсолютно безопасные. В градусниках нет ртути, а в метеоящиках сложных систем. Поэтому играть в ученых на метеоплощадке детям будет не только интересно, но и безопасно. Анастасия Хаткова, Сергей Павлов. Новости. Субтитры создавал DimaTorzok